Всем привет! С вами я, Юлия Лысенко. Вы смотрите программу «Отдел кадров». Как всегда, телеканал РУ-ТВ эксклюзивно показывает самые интересные кадры со съемок видеоклипа. Сегодня свое видео снимает Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Посмотрим, что из этого получится. Поехали! Сегодня в программе. Ирина Забияка начала петь для детей. Под воздействием наблюдений. За своим же ребенком возникла эта песня. Кто повлиял на творчество певицы и как она чувствует себя в роли мамы, ты узнаешь в сегодняшнем выпуске программы «Отдел кадров». Рыжий – это не просто цвет волос, это состояние души. Так говорится в одном из тысяч афоризмов про огненных людей. Героюни нашей сегодняшней программы можно легко узнать среди звезд российского шоу-бизнеса не только благодаря цвету волос, а самая большая ее особенность – это нестандартный тембр голоса. Рыжие, но не бесстыжие. По крайней мере, теперь, когда ее статус мамы уже диктует определенную манеру поведения на сцене и за сценой. Вся такая серьезная она рассказывает мне в перерывах между мотором камеры о жизни, о семье, о ребенке. Многие говорят, что она всегда была такой, любила пофилософствовать, заставить задуматься о насущном. Но для меня до этого дня образ Ирины Забияка, именно так зовут солистку группы «Чили», сложился как о человеке абсолютно безбашенном, веселом и уж точно не зацикленном на памперсах и прочих радостях материнства. Но времена меняются, и человек взрослеет, мудреет. Вместе с ним приходят новые мысли и изменяется мировоззрение. А если это человек-артист, то перемена наступает и в его репертуаре. Ты очень много говоришь про мудрость, про стержень. Ты стала мамой. Скажи, что в тебе поменялось? Какие изменения ты в себе сейчас видишь? Во-первых, отношение к детям. Это первое, что я скажу. Вот, вы знаете, вот пока нету детей, я к ним была ровно. Я не была пафатичной. Вы знаете, вот есть женщины двух типов. Есть те, которые, неважно, что у них нет детей, но они, видя ребенка, они кричат «ааааа», и начинают его тискать. Я более спокойно сдержанно всегда относилась. Ну, ребенок – ребенок. Но свой ребенок – это другое. А как нет? А сейчас, когда появился сын, я когда вижу других детей, я, конечно, так не делаю, но внутри у меня примерно так, понимаешь, да? То есть прошло какое-то пересмысление внутреннее, и потом, понимаешь, ребенок очень хорошо формирует, точнее, изживает эго, вот это наше огромное «я», потому что в нашей квартире появилось огромное «я-ребенка». Съемки нового клипа проходят в самом центре Москвы. Малая Ордынка вообще славится большим количеством фотостудий. Наш случай не исключение. Среди красивых зданий прошлого столетия, невероятного количества церквей и современных бизнес-центров расположилась наша съемочная группа. Готовиться к интервью с Чили было достаточно сложно. Обычно, выезжая на съемки нашей программы, я имею хотя бы малейшее представление о том, в каком ключе будет происходить съемка, какой сюжет приготовил режиссер, какими образами нас собирается удивить стилист. Команда, которая трудится сегодня на создании нового ролика для Ирины Забияки, собралась спонтанно. Об этом нам рассказывает сама певица. «Мы на самом деле придумывали клип, можно сказать, все вместе. Мы очень долго собирали режиссерскую группу, операторскую. Дело в том, что, вы знаете, вот вообще все клипы, которые я снимала, там как было. Вот есть такая уже слаженно сделанная команда, и там человек 50. Здесь же, в чем интерес работы, в том, что мы собрали команду, которой прежде всего нравится песня. Вы понимаете, да? Я понимаю. То есть эти люди на энтузиазме? На энтузиазме они начали работать? Здесь вообще уникальность этого клипа заключается в том, что мы, в принципе, оплачиваем здесь только аренду, помещения, осветительных приборов, камеры. Здесь собраны замечательные, на самом деле, невероятно профессиональные люди, но которые услышали песню, поймали философию, понимаете, и захотели поучаствовать в этом проекте. Существует такое мнение, что муж и жена не должны работать вместе. Якобы это негативно влияет на их отношения. Но я с этим мнением абсолютно не согласна. Наш шоу-бизнес славится такими парочками, которые очень успешно совмещают личную жизнь с рабочими отношениями. Ну, например, легендарный союз Валерии, Пригожина, Владимир Пресняков и Наташа Подольская, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, а также многие другие. Ирина Забияка не стала исключением этого списка семейного бизнеса. Песню «Северный ветер», на которой она снимает сегодня клип, написал певица и ее супруг Вячеслав Байков. Песню, во-первых, написал мой любимый. Он не писал ее именно для меня. Просто под воздействием того, что у нас есть ребенок, под воздействием того, как мы наблюдаем, что у нас ребенок пока вот такой крошечный. Он просто, понимаешь, просыпается и он уже счастлив. Просто потому, что наступил новый день, потому что светит солнце. Или оно не светит, не имеет значения. Он проснулся. Ему все интересно, любопытно. Он проживает каждую минуту, каждую секунду. И вот под воздействием наблюдений за своим же ребенком возникла эта песня. Эта песня немножечко, она такая вот с призывом, чтобы все начинали жить. Сегодня, сейчас, здесь. Не строили планы на будущее, потому что пока будет это будущее, вся жизнь пройдет. Надо вот радоваться сегодняшнему дню. Дети, пошли! Дети! Признаюсь честно, я была просто шокирована, оказавшись на съемочной площадке у Чили. Столько детей в последний раз я видела разве что на новогодней елке в Кремле. Алина, солнце, ты сегодня играешь в клипе. Я так понимаю, глядя на твою работу, что ты уже профессиональная актриса. Расскажи мне, пожалуйста, как тебя угораздило стать актрисой в таком юном возрасте? Ну, это получилось спонтанно, что я стала актрисой. Как-то меня случайно пригласили в проект, ну и как-то все дальше само пошло. Тебе нравится принимать участие в сегодняшних съемках? Очень. Для меня это только в удовольствие, и мне очень нравится. Кого ты играешь? Я играю Ирину Забиаку в детстве. За несколько часов съемок становится абсолютно понятно, что вся съемочная группа во главе с режиссером одержима в хорошем смысле этого слова. Все они с огромной любовью говорят о Чили и о их совместном творческом союзе. Сегодня необыкновенно какая-то добрая атмосфера царит на съемочной площадке, и ваша фамилия говорит вообще сама за себя просто. Солнечный человек снимает солнечный клип. Ну, мне так показалось на первый взгляд. Как так получилось, что вы сотрудничаете сегодня вместе с Ириной? Ну, именно вот потому, что как бы солнечное, позитивное отношение к жизни, оно как бы пропитывает меня изнутри, поэтому, когда я услышал песню, я просто не смог не заняться этим клипом. Я думаю, это вообще будет хит. Это такой вот драйв лета, драйв жизни. И в песне говорится о том, что даже сомнения, а не в солнечном свете. И для того, чтобы это максимально раскрыть, мы решили, что это будут дети, это будет светлая атмосфера, солнечные блики. Вы даже не представляете, какой галдеж стоит на съемочной площадке. Съемки видеоклипа закончены. Конечно, все очень устали, но довольны съемочным процессом. И что из всего этого получится, вы увидите прямо сейчас. Смотрите новый видеоклип группы Чили «Северный ветер».